МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объединить усилия, чтобы двигаться дальше. Главные Ницкого округа и Республики Коми подписали соглашение о сотрудничестве. За честные закупки. Как 44-й федеральный закон может помочь малому и среднему бизнесу, обсудили на дискуссионной площадке. В добрый путь морскую экспедицию на острова Вайгач Матвеев и Долгий благословил Владыка Яков. Главы Ницкого округа и Республики Коми подписали очередной протокол к соглашению о сотрудничестве. Произошло это в Уст-Цильме во время празднования Красной Горки. Новый документ для сторон является нужным и важным. Он предусматривает сотрудничество в сфере природопользования, оленеводства и рыболовства. А также комплекс мер по строительству автомобильной региональной дороги на Ринмар-Усинск-Печоро-Ухтасык-Тывкар. Чтобы увеличить темпы работ по строительству дороги со стороны Коми, в этом году правительство Республики приняло решение включить принцип государственно-частного партнерства. Это даст возможность в течение двух лет сдать более 80 километров трассы на участке между Ухту и Печорой. А чтобы двигаться дальше, необходимо объединить усилия с Ненинским округом, отметил временно исполняющий обязанности губернатора Республики Коми Вячеслав Гайзер. Тогда привлечение дополнительных федеральных средств для реализации проекта станет эффективнее. Напомню, чтобы дорога на Ринмар-Усинск была полностью готова, необходимо построить еще 83 километра. Полномочия на ее возведение к Ненинскому округу вернулись только сейчас, спустя семь лет, отметил Игорь Кошин. У нас есть поручение президента до 30 сентября проработать вопросы по включению средств в федеральный бюджет 2015 года. Мы надеемся, что с 2015 года мы активно начнем достраивать ВДД оставшиеся 83 километра на условиях софинансирования, то есть часть бюджетных средств Ненинского округа и федеральных средств. И, как абсолютно правильно заметил Вячеслав Михайлович, нам предстоит большая совместная работа. Помимо этого, главы субъектов также отметили, что от взаимодействия регионов напрямую зависит и будущее Тиманопечорской провинции. Есть блок вопросов, который неразрывно связан друг с другом. И это, в первую очередь, развитие Тиманопечорской провинции и будущее развития нашей экономики, республики, они, конечно, связаны с этими площадями. А решать это развитие без взаимодействия очень тесного с округом просто невозможно. Также во время подписания документа Игорь Кошин и Вячеслав Гайзер обсудили тему развития туризма как территории Ненинского округа, так и Коми. В итоге пришли к единому мнению – необходимо разработать совместный тур-маршрут. Мы буквально вчера с Алексеем Викторовичем проговорили о том, как будет нам сделать такой совместный маршрут. Почему нет? У нас и округа, и у республики Коми есть как минимум одно конкурентное преимущество в нашей стране. Два часа – полярный круг. Надежда Литкова, Олег Катанзейский, Александр Дуркин, Телеканал «Север», Республика Коми. Честная и эффективная экономика. Основные проблемы малого и среднего предпринимательства в сфере участия госзакупок обсудили на дискуссионной площадке. Мероприятие организовали члены рабочей группы регионального отделения общественного движения «Народный фронт за Россию». Алина Ваучейская продолжит тему. Узнать, что такое 44-й федеральный закон и как он помогает предпринимательству. С этой целью будущий предприниматель Николай Ганеев пришел на дискуссионную площадку. 19-летний юноша давно решил стать бизнесменом. Мне не особо удобно, когда я работаю на кого-то. Я хочу работать на себя. И бизнес, я вижу бизнес как сферу для свободного творчества. Тем более у нас город развивающийся. Такие мероприятия – возможность подчеркнуть много новой информации как для начинающих, так и для действующих бизнесменов. Поэтому за круглым столом и те, кто только планирует заняться своим делом, и уже успешные состоявшиеся предприниматели. Тема дискуссии – деятельность частных организаций в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Участие в сфере госзакупок дает предпринимателям возможность получить доход, отметил руководитель рабочей группы регионального отделения Народного фронта Валерий Чупров. В этом году из бюджета региона и муниципалитетов на эти цели направлено около 7 миллиардов рублей. Доля малого и среднего бизнеса, участия в торгах, она, безусловно, была бы выше, если была бы выше активность самого бизнеса. А так мы видим, что зачастую контракты уходят куда-то в другие регионы. То есть наш местный бизнес не проявляет активность, тем самым лишает себя возможности развиваться дальше. В ходе работы дискуссионной площадки были подняты вопросы о том, как реализуется указ президента о долгосрочной государственной экономической политике. Также представители федеральной антимонопольной службы поделились практикой обращения предпринимателей с жалобами по вопросам участия в сфере госзакупок. Кроме того, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обсудили реализацию проекта за честные закупки в округе. Алина Ваучейская, Сергей Качегов, Телеканал Север. Морская ароптическая экспедиция российского НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева и Фонда полярных исследований отправляется в путешествие к островам Вайгач, Матвеев, Долгие и Новой Земле. Историко-географическом эксперименте по маршрутам первопроходцев-исследователей 18-19 веков, посвященным 85-летию образования Ниницкого автономного округа, пройдут три экипажа Наринмарского яхт-клуба «Романтик». Владыка Яков благословил путешественников перед отправлением. Цель экспедиции – установка памятных крестов и мемориальных досок в память о 70 паломниках, трагически погибших на северной оконечности острова Долгие, а также пассажирах и членах экипажа «Буксира-комсомолец», затонувшего у острова Матвеев в Баренцевом море. Всего в путешествие отправляются 18 человек на четырех парусномоторных яхтах. Многие из них участвуют в подобных экспедициях не в первый раз. Я Полярный круг уже несколько раз пересекал, но в Баренцевом море первый раз. Здесь стало Белое море, но там были мы в Салехарде, но это еще не море, а где-то близко к южному берегу Карского моря. Но пока там моряками, хотя и там была хорошая волна, но моряками там мы себя не ощущали. Сейчас прервемся на рекламу, и вот что вы увидите далее. 50 лет на страже безопасности воздушно-космической сферы России. Праздничным маршем отметила полувековой юбилей воинская часть 12403. Ловись рыбка большая и маленькая на Харитоновке прошел турнир по рыбной ловле. Вы давно были в кино? Подарите себе удовольствие просмотра фильма в современном кинотеатре CinemaStar. Приходите всей семьей, приходите парами и компанией. Огромный экран, более 20 квадратных метров, кресло премиум-класса, новейшая аппаратура, акустическая система Dolby Digital, новинки мировой и отечественной кинематографии, к услугам посетителей кинобар с попкорном, чипсами начо с различными напитками, бесплатным Wi-Fi. Кинотеатр CinemaStar, поселок искателей, губки на 5В. Желаем вам приятного просмотра! Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 211717. Мы продолжаем выпуск. 50 лет на страже воздушно-космической сферы Российской Федерации. Воинская часть 12403, расположенная на территории Неницкого округа, отметила полувековой юбилей. Весь личный состав принял участие в торжественном марше. Поздравили военных представителей власти Неницкого округа. Первый приказ военной части 12403 был подписан ее первым командиром, подполковником Списывцевым, 15 июля 1964 года. Этот день принято считать днем основания части. Спустя два года военнослужащими была выполнена первая боевая задача по измерению запуска космического аппарата. Сегодня командует частью Владислав Мирошниченко. В должности командира он уже почти два года прибыл майор в наш округ из Северодвинска. Неницкий округ мне нравится. Я оказался здесь не впервые, приехав сюда командовать частью. Здесь у меня живет большое количество друзей, знакомых. В общем-то, я знаком с местным колоритом, городом, округом. И мне здесь, в принципе, все нравится. Архангельская область – не единственный регион, откуда в наш край пребывают военнослужащие. В части служат военные из Центральной России, Дальнего Востока и Кавказа. Всего около 140 человек. В праздничном марше принимал участие весь личный состав. Подготовка к нему была основательной и заняла не один день. Плац – место торжественных и повседневных построений, комплексное здание, в котором расположены штаб, части и казармы, а также передающий приемный радиоцентр, локаторы, узел связи и другие технически сложные и важные объекты – будут бесполезны без военнослужащих. Это в своей поздравительной речи подчеркнул первый заместитель главы НАУ Евгений Алексеев. Этот юбилейный день объединяет людей разных поколений и национальностей, при которых войсковая чай 12.43, была и остается рада. Пусть этот праздник станет ярким, напоминающимся событием истории неэскорталом на округе и истории части, и послужит новым импульсом для нашей верной службы на главе Отечества. Наблюдение за космическими аппаратами и межконтинентальными баллистическими ракетами – основная задача части 12.403. Благодаря ответственной службе личного состава она является одним из лучших измерительных пунктов в составе войск воздушно-космической обороны и стратегического назначения Вооруженных сил Российской Федерации. Турнир по рыбной ловле прошел на озере Харитоновка. Соревнования, приуроченные к Дню рыбака, уже успели стать традиционными. В номинациях «Самый большой улов», «Первая пойманная рыба» и «Самая удачливая команда» соревновались 57 человек. 57 участников и 17 команд. Все, что требуется от рыбаков – удочка, пара крючков и азарт. Свисток и участники разбежались по заранее выбранным местам. Самым первым в списке зарегистрированных участников оказался Роман Стасюк. Пока что клево не наблюдается. Видать, рыба еще не подошла. Какие еще причины есть? Да погода, скорее всего. Погода плохая, может давление не то. Судейскую коллегию из трех человек возглавил Кирилл Шимко, заместитель руководителя аппарата администрации Ненецкого округа. Судьи следили за ходом турнира на всем участке, где проводилась ловля. Соревнования по рыбалке привлечены к Дню рыбака, естественно. Цель – как можно больше наловить рыбу, естественно, отдохнуть, выехать всей семьей желательно. Ну и вот выходной день провести с пользой для дела. Спустя 20 минут после свистка первую рыбу поймал один из самых юных игроков турнира. Четырехлетний Коля Анфиногенов получил за свою маленькую рыбу большой кубок. А в общем зачете его команда караси, лидером которой является его отец Анатолий, получила главный приз за самый большой улов. Всего семья рыбаков выловила из куи чуть более трех с половиной килограмм рыбы. Вот мы поучаствовали в соревнованиях и заняли первое место как в командном зачете, по наибольшему улову, так и в личном зачете больший улов был у меня. Отдыхать массово и культурно – главная идея организаторов турнира окружного туристического центра. В принципе, я думаю, что у нас все получилось, и мы в дальнейшем будем увеличивать только объемы этого мероприятия, чтобы больше народу к нам приезжало и участвовало. Посмотрите, погода вроде нас и не радует, но народу много приехало. Турнир по ловле рыбы успел стать доброй традицией празднования Дня рыбака и с каждым годом завоевывает всю большую популярность. Константин Канев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Снова прервемся на короткую рекламу, сразу после нее продолжим. В Устильме отгремела красная горка. Окунуться в многовековую историю отправилась и делегация из Нинецкого округа. Спешите в техно-видео на финальную распродажу. Только до 20 июля скидки до 50% на бытовую, цифровую и веломототехнику. Подробности в магазине. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. В деревне Черное на доме Александра Ваучейского, народного депутата и члена Верховного Совета Советского Союза, человека, который добился запрета ядерных испытаний на новой земле, установили памятный знак. Александр Ваучейский родился 30 декабря 1949 года в деревне Черное. Тогда там проживало более 100 жителей. В деревне был фельдшерский-акушерский пункт, школа, вертолетная площадка, а неподалеку кирпичный завод. Сегодня в деревне никто не живет, но приезжают, чтобы навестить могилы предков. Этот дом бабушки и дедушки у меня, у отца родителей. Где бы отец ни был, где бы что ни делал, он всегда стремился сюда, как любой ребенок стремится в родительский дом. Каждый год по 2-3 раза он бывал здесь и здесь отдыхал, потому что земля, на которой он родился, давала ему сил для своей деятельности. Привезли вот таблички, установили, привезли его фотографию, чтобы он был всегда в своем доме. Таблички, они больше были нужны, наверное, мне теперь уже, чтобы люди помнили и знали моего отца. В этом году Александру Ивановичу исполнилось бы 65 лет. В память о нем сын Владислав установил на доме отца памятные таблички с надписью «Дом-музей». О нем можно говорить много, можно о нем написать хорошую книгу. Ну, в общей сложности, значит, такие моменты были, значит, что да, надо было принимать решение, когда разваливался Советский Союз. Он очень переживал. Будучи, значит, представителя президента, значит, тоже надо было принимать решение. Он принимал, он не боялся каких-то брать на себя ответственность. И в общей сложности в нашей памяти он остался нормальным, советским, российским, интернациональным и депутатом, и человеком, и хорошим семьянином. Александра Ваучейского без сомнения можно назвать вождем ненецкого народа. Трижды он становился президентом Ассоциации ЕСВ и был удостоен высоких наград за политическую и общественную деятельность. Достойно представлял перед властью права и интересы оленеводов и коренных жителей Ненецкого округа. Он сделал очень многое для улучшения их жизни и быта. Одна наша организация вера, сколько помнит оно, в этот сок надо училий. Это знать надо каждого оленевода. Всю подноготную. Все проблемы знали. Поэтому вот так вот сейчас пришел ему помочь. Хочу посвятить еще стихотворение Александру Ивановичу, светлой памяти его. Тоже в тундре родился он. Тоже в тундре жил. И во сне я видел бег оленей, упряжки дерзкие держал, Как часто в миг последний на сани сесть и воспевал. И мчали вдаль мне оленей, через снега, через года, Сквозь детство, юность и тогда, когда лицо покрыло борода. Да мчат, быть может, и туда, где в тундре, где-либо на сопке, Мне крест поставила судьба. Кроме дома-музея, в будущем здесь появится памятник, посвященный некогда процветавшему поселению. Такое решение принято сотрудниками этнокультурного центра. Надежда Литкова, Ольга Смирнова, Телеканал Север. В республике Коми отгремела знаменитая на всю страну Силимская горка. Если верить истории, народный праздник в этом году стал 472-м по счету. На этот раз он длился всего несколько дней, и зато каких. В программе гуляния до утра, массовые хороводы, танцы в старинных костюмах, костры на берегу Печоры и даже гонки на моторных лодках. Чтобы увидеть все это лично и поучаствовать в уникальном многовековом зрелище, съехали сотни, а то и тысячи гостей. Кстати, фольклорный праздник на этот раз отметили вместе с юбилеем района. Мой коллега Олег Хатанзейский уверяет, многовековые гуляния впервые плавно перешли в настоящий городской праздник. И хотя это не какой-то чемпионат мира, а всего лишь районные соревнования, зрелищности ничуть не меньше. На старт выходят лодки. От советских обяшек и казанок до современных мини-катеров. Впрочем, здесь главное – навыки вождения. И, конечно же, количество лошадок в двигателе мотора. Почти как Бурандей, только на воде вместо снегоходов – моторные лодки. Ну, участники здесь также соревнуются в скорости. Кстати, здесь есть небольшая хитрость. Те, кто отстает от группы лидеров, испытывают дополнительные сложности. Большие волны, которые оставляют впереди за собой идущие лодки. Ну, действительно опасно. Многие участники чуть ли не переворачиваются. Во время поездки большой дреналин? Ой, это приятно. Это вот так. Приятно. Приятно. Это самый лучший. Самый лучший. По крайней мере, летом здесь самое лучшее соревнование. С берега за гонками на воде наблюдают тысячи зрителей. Ведь увидеть такое здесь можно всего один раз в год во время Уссилемской горки. Ненецкий округ представляет два экипажа. И оба стали лучшими в своих дисциплинах. Хотя особо, признаются гонщики, даже не готовились. Приехали и победили. Например, Вячеславу Шевелёву помог личный опыт Бурандея. Однако сравнивать между собой два турнира он посчитал неправильно. Бурандея интереснее? И по экстремальнее? Пока одни наблюдают за зрелищными гонками, другие в нескольких метрах варят кашу на костре. Люди встречают праздник Петровщина. Эта старинная традиция длится вот уже несколько веков. Мы здесь собираемся, встречаем праздник Петра и Павла. Варим кашу нашу пшенную. Кормят, в принципе, все. Все. Пожалуйста, приходите. Но у нас еще не сварилось. Пожалуйста, приходите, мальчики. Через несколько часов на огромной поляне нет свободных мест. Сюда приходят целыми семьями. Они разжигают костры, варят кашу, на мангале жарят шашлыки и предлагают угощения всем прохожим. Настоящее народное гуляние, которое длится до самого утра. Я вот второй год подряд. Мне очень нравится здесь. Я специально приезжаю. Где бы я ни была, сюда приезжаю. В Петровщину входят и спортивные игры. Вот здесь пилят дрова на скорость, а это силовой армрестлинг. На следующий день древний обряд. Он фактически знаменует поворот лета на зиму. Яркие кружева, затяжные песни и приветливые лица. Атмосфера праздника на каждом углу. Вот народные умельцы зазывают на ярмарке собственными творениями. Из дерева, глины и шерсти. А это сама горка. Комплекс фигур и движений, знакомых каждому здесь с рождения. Для гостей и участников современная горка – это уникальная по сохранности древнерусская культура. Ее народная, нематериальная часть. И хотя первоначальный смысл хороводов учитывается все меньше, есть еще энтузиасты, готовые передавать ритуал новому поколению. Это наша жизнь. Это родина наша жизнь. Наше детство, школьное годы, все, что здесь прошло. Мы потом ехали. Поэтому здесь наши родители жили. Это вообще. Просто мы все в восторге. Вообще все счастливые такие сюда приехали. Мы хотим петь и плясать от того, что у нас своя родина прекрасна. Сам процесс горки – весьма завораживающее зрелище, известная далеко за пределами республики. Они и спрашивают, ее изучают. Этим древним праздником уже давно заинтересовалось само Министерство культуры страны. Вчера на рабочей встрече с губернатором республики Коми мы договорились о том, что в Уст-Цильме будет открыто отделение Государственного республиканского центра русского фольклора. Коллектив «Родные напивы» из Нинецкого округа – постоянный гость фестиваля. Чтобы посмотреть на их выступления, да и вообще буквально окунуться в сам праздник и понять его смысл, приехала делегация из нашего региона во главе с Игорем Кошиным. У вас подошел к финальной стадии замечательный фестиваль. У меня есть предложение. Когда будет следующий фестиваль, приглашайте наше поселение. У нас есть соглашение между нашим заполярным районом. Мы живем на одной земле. Мы вместе трудимся, вместе радуемся. Как и сотни лет назад, горка снова и снова выходит гулять по селу, чтобы всем известить. Календарная граница миновала, и пришло время подумать о предстоящей зиме. Ну вот и все. Не уходит, но обещают вернуться. 11-я республиканская Уст-Цильмская горка завершилась. В следующем году он пройдет здесь же, но уже более эффектный и грандиозный убирает организаторы. Впрочем, это будет уже совершенно другая история. Олег Атанзийский и Александр Доркин. Телеканал Север. Уст-Цильма. Республика Коми.